Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной предпоследней торговой сессии этой недели. Соответственно, возвращаемся на финансовые рынки, анализируем ситуацию последней торговой сессии, смотрим традиционно вперед на то, что у нас на повестке дня, на повестке обсуждения, и что может оказать самое серьезное влияние на те инвестиционные идеи, которых мы, собственно, придерживаемся уже много времени. Что касается среднесрочного прогноза, который, как я уже вчера говорил, доступен на нашем официальном канале на YouTube, большое вам спасибо за обратную связь. Конечно же, положительная обратная связь, она всегда приятна, и она вдвойне приятна тогда, когда речь идет о новом продукте. Если кто-то из вас еще не посмотрел и не понимает, о чем идет речь, напомню, что было решено некоторое время назад проявить инициативу и подготовить аналитический обзор в другом формате, несколько непривычном для, скажем, обычных трансляций. Добавили графики, конкретных, опять же, визуальных эффектов, и, в принципе, то, что получилось, доступно на нашем официальном канале на YouTube, да и можете посмотреть в разделе «Аналитика». Это видео, которое посвящено перспективам наиболее сейчас популярных валютных активов, перспективам на ближайший квартал. Надеюсь, что, опять же, эта инициатива вам понравилась, ну и, судя по обратной связи, действительно понравилась, как и обещал. Со своей стороны, значит, продолжим делать эти видюшки. Может быть, даже в ближайшее время перейдем на то, что они будут носить не только среднесрочный характер, а даже в формате нашего обычного традиционного ежедневного брифинга можно будет возвращаться и к такому формату. Думаю, что все, кто хотел присоединиться сегодня к нам онлайн через перископ уже в сборе, те, кто не смог, посмотрят уже запись, которая будет доступна буквально через несколько часов уже сегодня. Что касается записи в перископе, то это автоматом сразу конвертируется видео после нашего эфира. Давайте переходить теперь к нашему традиционному набору инструментов, на которые мы обращаем внимание каждый день и по старинке, по сложившейся уже приятной традиции. Начнем, конечно же, с динамики нефти, потому что в последнее время, да, наверное, как и всегда, нам есть о чем поговорить, тем более, что сейчас бренд у нас отчислится не только в составе основных аутсайдеров, но и наиболее, наверное, предсказываемых активов, потому что понижательный тренд характерен уже на протяжении многих, месяцев, да много торговых сессий подряд, мы видим то, что никаких практически локальных откатов. Бренд и WTI неуклонно снижаются вниз, реагируя, опять же, на тот фундамент, который сейчас имеет место быть в качестве определяющего фактора для этих инструментов. Минимальное значение прошлого дня по бренду 27.10, это минимум с 2003 года. Сейчас бренд торгуется в районе 27.95, я думаю, что не будет ошибкой уже говорить о том, что бренд реально зацепился за поддержку ниже, точнее уже 30 долларов за баррель, преодолел этот рубеж, поэтому ближайшим горизонтом для дальнейшего хода может оказаться ценовое значение ниже 25 долларов за баррель, тем более, что, как показывают, опять же, последние дни, бренд старается не реагировать особо даже на какие-то предпосылки локального позитива, напротив, как бы с завидностью высматривая другие факторы, которые создают уже больше условий и возможностей для ослабления. Вчерашняя торговая сессия, вот уже который день подряд я делаю ставку на международное энергетическое агентство, поскольку они сейчас будоражат рынки своими негативными прогнозами, полагают то, что в ближайшее время, в первом полугодии, стоит ожидать серьезного увеличения добычи нефти в России. Это связано с тем, что, думаю, что те, кто смотрел уже среднесрочные прогнозы, касался этой тематики, касательно того, что сейчас было принято решение несколько изменить всю специфику налогового маневра, экспортную пошлину будут снижать, но не так динамично, как раньше, и единственная возможность сейчас не нервировать бизнес и увеличить фискальную нагрузку налоговой, это просто создать дополнительную базу. Чтобы создать дополнительную базу в России, нужно увеличивать производство. Поэтому у нас и Россия, которая традиционно является одним из топовых игроков на рынке энергоресурсов, сейчас может оказать, как бы это парадоксально ни звучало, но дополнительное давление на стоимость энергоресурсов и спровоцировать еще большее ослабление бренда. Что касается США, буквально через неделю я предложу вам уже новую оценку фактических цифр производства, предлагаю уже готовиться к тому, что основа увеличения, потому что последние полтора месяца мы видим систематичный прирост, поэтому уже фактические объемы выработки в рамках США составляют 9,22 миллиона. Ну и что касается ОПЕК, здесь все без изменений, знаем то, что фактически объемы производства уже растут, и нужно настраиваться на то, что выработка серьезно превысит даже показатель 32 миллиона баррелей, потому что у нас эта неделя отметилась фактом снятия санкций и готовностью Ирана увеличить производство. Мы говорили конкретно про цифры, может быть, даже на 500 тысяч баррелей в сутки в самое ближайшее время, может быть, даже и повыше, потому что Иран уже даже за эту неделю дважды пересматривал свои ориентиры по объемам выработки. Это контрастирует, опять же, с первичной оценкой, потому что, если вы помните, по предварительным прогнозам Иран должен был увеличить производство на 200 тысяч баррелей в сутки, но сейчас мы уже склоняемся к показателю в 2,5 раза больше. Полагаю, что это полугодие реально можем закрыть до производства со стороны Ирана на планке в 3,5 миллиона баррелей в сутки, поэтому этот факт серьезно нагрузит очевидное расхождение между спросом и предложением на фоне, опять же, слабости мировой экономики, тех слабых отчетов, которые показывает Китай, и то есть жесткие посадки, которые сейчас продолжает, Brent долгосрочно непременно доберется до уровня 25. Это наша ближайшая цель, и если вы вспомните, опять же, те оценки, которых сейчас придерживаются другие инвестиционные банки, то мрачные даже, скажем, ожидания предполагают возможность ослабления Brent даже до 10 долларов за баррель. Ну, это очень круто, но все-таки, учитывая то, что с начала этого года Brent уже потерял около 30%, почему бы не наслабнуть еще сильнее? Поэтому ждем еще больше нагрузки. Хочу отметить то, что вчера мы еще следили за локальным отчетом. Это данные по API, которые традиционно дают нам статистику по объемам, по запасам нефти в США по итогам прошлой недели. И здесь у нас снова прироста, и не просто незначительный прирост, серьезнейший прирост, плюс 4,6 миллиона за неделю. Думаю, что сегодняшняя уже объективная официальная статистика от Минэнерго США только подтвердит факт увеличения запасов. И мы снова будем отыгрывать идею, связанную сейчас с закрытием ряда производственных заводов на техническое обслуживание, которые занимались переработкой нефти, запасы будут расти. И я думаю, что эта тенденция у нас будет сформирована на месяц, может быть, два. Поэтому уже и локальный фактор, который будет оказывать понижательный эффект на позиции Brent и WTI. В общем, энергоресурсы продолжают снижаться. Мы это видим. Где конец у этой коллекции, пока неизвестно. Но Brent даже и не, скажем, подумывает о том, чтобы сходить на юг. Исключительная дорога на север. Пока туда вместе с этим активом и стремимся. Российская валюта. Пара торгуется сейчас USDRAP на премаркете в районе 81.68. Очень быстро реализуются наши целевые ожидания. Это подтверждает те риски, которые сейчас имеют место быть для российской экономики, потому что ослабление нефти провоцирует логичную девальвацию рубля. Наша цель 80 очень быстро оказалась позади. Сейчас видим котировки гораздо выше. За день ослабления российской валюты было колоссальным. Я думаю, что сейчас уже можно добавлять к трейдингу и спекулятивный настрой, рыночную панику, которая обычно имеет место быть по факту серьезного ослабления за короткий промежуток времени. Поэтому USDRAP реально может в ближайшее время добраться до следующего, казалось бы, некоторое время назад абсолютно немыслимого уровня 85 против доллара. Я предлагаю уже замахнуться на столь агрессивные ожидания. И при неизменности текущего новостного фона рубль реально идет именно к этому значению. Ситуация усугубляется еще фактом отзыва лицензии у очень крупного банка, внешпромбанка. Думаю, что об этой новости вы также в курсе. Хочу сказать то, что негативные последствия связаны с тем, что этот банк из-за колоссальных вкладов может оказать серьезную нагрузку на агентство по страхованию вкладов. Поэтому, прошу прощения, через эту нагрузку мы будем говорить о возможном подрыве доверия к организованной системе банковского сбережения. Потому что если агентство страхования по вкладам не будет иметь достаточной ликвидности, значит в определенный момент времени вкладчики не будут даже защищены и застрахованы на сумму в отделе 4 миллиона рублей. То есть эти риски реально присутствуют. От агентства по страхованию вкладов сейчас осталось в буквальном смысле пыль, потому что за последние полтора года из-за постоянной череды отзыва лицензии действительно очень много средств вышло из этого фонда. Сейчас нагрузка на банковский сектор колоссальная, тем более что из-за продолжающихся эффекта санкций, закрытого доступа к международным рынкам заимствования капиталов, ликвидности очень мало. Я думаю, что банковский сектор будет в 2016 году переживать еще более худшие времена, чем в 2015. И это дополнительный риск, который опять же стоит для российской экономики. И не забываем о том, что альтернативным сценарием, который сейчас может стать уже реальностью для российской экономики, может оказаться существенное повышение ставок, рефинансирование. И если это случится, значит на бизнесе будет поставлено, к сожалению, вред, собственно, так же, как и на потребительской активности. Но более действенного способа, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и остановить бесконтрольное ослабление российской валюты, мне кажется, в арсенале ни одного центрального банка попросту нет. Достаточно негатива, просто держим в курсе этот новостной фон, следим за ситуацией, будут дополнительные какие-то новости, поговорим о них уже в ходе следующего брифинга. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Если посмотреть на вчерашнюю торговую сессию, очевидно, что евро не смог зацепиться за какую-либо поддержку, которая появлялась на рынках, не смог продавить американца и закрыть очередную сессию в пулюсе. Очередное изменение рыночных настроений, которое имело место быть, не поддержало, опять же, главный валютный риск через свой статус, как валюты финансирования. По итогам вчерашней торговой сессии очень важно было отметить то, что трейдеры обратили внимание на индекс цен производителей в рамках еврозоны. Это очень важный отчет, потому что мы понимаем, что если снижается индекс цен производителей, будучи одним из определяющих компонентов для общего показателя по инфляции, значит, формируются, генерируются риски того, что и инфляция в рамках всего валютного блока будет проседать. Эти риски присутствуют, эти риски сохраняются. Поэтому каждый раз, когда мы возвращаемся к статистике и отчетам по индексу потребительских цен, я делаю акцент на то, чтобы вы держали в голове ту угрозу, которая идет со стороны потенциальных, опять же, момента дефляции. И если эта угроза будет реализована, значит, Европейский центральный банк снова будет предпринимать действия, которые направлены на стимулирование экономики, поддержки темпов экономического роста. Стимулирование экономики здесь, на самом деле, несколько серьезных, скажем, инструментов, которые имеются. Это снижение процентной ставки и расширение программы количественного смягчения. Поэтому сегодня мы ориентируемся, конечно же, на очень интересный день, поскольку у нас обновление параметров денежно-кредитной политики, то есть процентной ставки. После этого состоится пресс-конференция председателя Европейского центрального банка Марио Драги. И мы ждем от него возможных, опять же, решений, интервенций касательно того, что ЕЦБ держит руку на пульсе и при необходимости готов корректировать денежно-кредитную политику через те инструменты, которые я сейчас обозначил. Если Драги коснется, опять же, этих стимулов в любом формате, это будет воспринято как совершенно очевидный мягкий тон, который для европейского валюты имеет только одно последствие – это снижение. Поэтому через, опять же, сегодняшнюю конференцию будем настраиваться на дальнейшие тренды. И я очень надеюсь на то, что сегодня Драги не разочарует, все-таки порадует тех, кто делает ставку на ослабление главного валютного риска, но прежде всего нас и создаст условия для того, чтобы главная валюта рынка Форекса, евро, скорректировалась против американца и, наконец-таки, стала претендовать на движение в район ближайшей поддержки, которая значится на уровне 1.05. Это наш долгосрочный ориентир. Пока так и находимся в канале, который составляет сейчас 1.10, 1.05, стоп-лосс не забывайте обязательно должен быть в рынке, потому что если, опять же, на финансовых площадках дойдет дело до каких-то панических настроений, здесь нужно будет иметь прозапас, опять же, негативный сценарий, которым нужно руководствоваться. Если евро замахнется на возможность пробития сопротивления в районе 1.10, нужно будет, конечно же, выскочить и с рынка, и потом уже поискать дополнительные возможности для распродаж. Далее идем. Фунт против американского конкурента. Если посмотрим в целом на всю торговую сессию, которая наблюдалась в рамках вчерашнего дня, можно сказать то, что фунт, в принципе, пребывал под давлением, и тому было несколько фундаментальных факторов. Во-первых, это резонирующий эффект от прошедшей конференции руководителя и председателя Банка Англии Карни. В очередной раз он отметил те риски, которые сейчас характерны для британского рынка, констатировал неизбежность пересмотра прогнозов по достижениям целевого показателя по инфляции, и, соответственно, также уже перенес сроки возможного повышения процентной ставки. И вчера вышел целый блок данных по рынку труда. Я предложил вам разделить, опять же, эту статистику непосредственно на те отчеты, которые сигнализируют о приросте числа рабочих мест, уровень безработицы, и еще другую категорию этого же отчета – это рост заработных плат, потому что, на мой взгляд, этот отчет является более определяющим. Если растут заработные платы, значит, растет потребительская активность, растут роничные продажи, постепенно поднимаются цены, и, как следствие, растет индекс потребительских цен. Если мы видим то, что индекс потребительских цен набирает обороты, значит, национальный мегаревулятор, который трепетно относится к вопросу монетарной политики и, вроде бы как, планирует поднять процентные ставки, получает для этого основания. Но заработные платы в рамках, опять же, той статистики, блока данных, которые вышли вчера, не выросли. По факту, годовой показатель 2 против 2,4% за прошлый период. Получается, что у нас самая настоящая тенденция о снижении роста заработной платы. Я думаю, что эта тенденция сохранится. Поэтому индекс потребительских цен, в лучшем случае, будет колебаться рядом с теми значениями, на которых находится сейчас. Но с большей долей вероятности, я думаю, что спустя 3 недели, когда мы уже снова обратим наше внимание на более актуальные цифры по индексу потребительских цен и Англии, и еврозоны, у нас будут риски. И эти риски связаны с тем, что мы с большой долей вероятности будем фиксировать дефляцию вместе с другими участниками финансовых рынков. Потому что на индекс потребительских цен напрямую влияет состояние рынка энергоресурсов. А за последний месяц, точнее, за 20 дней этого месяца, Brent тот же просел уже на 30%. Разумеется, логичным образом, это должно найти такой дисконтирующий эффект и восслабление показателей инфляции. Поэтому в феврале мы будем говорить про вновь актуальные риски, опять же, низких цен, низкой инфляции. И в феврале продолжим, если ЕЦБ сейчас, конечно же, не уважит нас, готовиться к тому, что это все-таки решение, то есть экономической поддержки стимулов, неизбежно для всего валютного блока. По фунту, идея, которую предлагаю руководствоваться сейчас. У нас был селс-стоп с уровня 1.42.30, тейп-профитом 1.41, стоп-лосс 1.42.80. Сейчас актуальные инфлятировки 1.41.80. В принципе, находимся в сделке, ждем достижения нашего профитного инфлятора. Если сегодня трейдеры вернутся к прежнему негативу, значит, мы сможем приблизиться к этому значению. Что касается других валютных активов, пара USD и иена. Опять же, вчерашняя торговая сессия была начата с очень серьезной разгрузки. Кстати, доллар японской иена добралась до нового локального минимума 115.96. То есть, фактически за несколько часов американец против иены потерял больше 150 пунктов. Но потом собрался с силами, показал свой характер и смог нивелировать вот это серьезное ослабление, ну, по крайней мере, наполовину. Отбил около 80 пунктов. Причина также снижения курса американской валюты – это падение доходности американских трейджерий, но и снова повышенный интерес именно к защите, когда традиционным спросом пользуются японские валютные активы. Под конец дня доллару еще пришла поддержка со стороны национального макроэкономического фона, потому что мы ориентировались на данные по инфляции. И здесь есть несомненный позитив, потому что годовой показатель подрос с уровня 0,5% до 0,7%. Поэтому, если эта тенденция сохранится, я традиционно в этом не сомневаюсь, у ФРС будут все основания, чтобы также продолжать цикл повышения процентных ставок и нормализации денежно-кредитной политики. А значит, как только участники рынка, соответственно, перестанут паниковать, вместе с, опять же, вслед за снижением азиатских фондовых рынков, периодического падения сейчас, которое мы наблюдаем на других фондовых секциях, придется все-таки сделать ставку на старые инвестиционные идеи, которые предполагают возможности достижения американцам против йены на новых локальных максимумах. Мы ждем 120 и идем на 125. USDCAD вчера ориентировались на ставку, ставку на ставку не изменили, в частности, оставили на прежнем уровне 0,5%. Хорошо, что мы не стали, скажем, мудрить с трейдингом. До этого получили неплохой знак того, что через профитный ордер, что рынок нам уже дал достаточно возможности, поэтому это важное событие. Мы, по сути, находились вне рынка. Но я очень надеюсь, что вы также, воспользуясь этим советом, мы не, скажем, не предпринимали собственную личную инициативу, которая могла бы чревать, опять же, убыточным орденом. USDCAD скорректировался. Хорошо, что в этот момент мы были не в сделке. Теперь, по факту же самого решения. Почему ставку не изменили? Судя по комментариям Банка Канады, было решено, что текущая девальвация, которую мы наблюдаем в рамках, опять же, канадской валюты, это уже поддерживающий эффект для национальных производителей. Если ситуация не изменится в ближайшие несколько месяцев, а при этом будут снижаться и рынок недвижимости, и рынок труда, потребительская активность также будет оставаться на очень слабых уровнях, то тогда Банк Канады, возможно, снова поднимет вопрос необходимости поддержки, то есть возможности еще одного снижения процентной ставки. Прогноз по инфляции был пересмотрен на первый квартал с 1,6% до 1,5%. И в целом эти слабые ожидания могут стать причиной того, что у Банка Канады спустя буквально месяца появятся дополнительные поводы и факторы, которые позволят все-таки рассмотреть возможность более агрессивной поддержки через снижение ставки. Мы будем держать эту тему в голове. Все-таки каждый раз, когда мы констатируем, опять же, очередной блок слабых данных в рамках канадской экономики, мы задумываемся о том, что экономику нужно спасать, помогать. И как раз через возможность снижения процентной ставки. Думаю, что эту тему пока можно убрать на второй план, но спустя какое-то время мы к ней вернемся. Сейчас можно торговать канадцам следующим образом. Предлагаю даже конкретную идею, которую можно использовать, точнее, даже от локальных хаев закрытия прошлого дня. Конкретные ценовые ориентиры давайте с вами уже посмотрим и проанализируем. Так, секундочку. Исходя из актуальных уровней на текущий момент, это 1.44.98. Если уж все-таки хочется подорговать канадцам, можно попробовать, как я отметил, с локальных значений. Это buy stop 1.45.50, take profit 1.47, stop loss 1.45. Думаю, что в случае серьезного ослабления нефти, дальнейшей просадки, канадец также вынужден будет девальвироваться, потому что для него, так же, как и для рубля сейчас, именно нефть является определяющим активом для собственной стоимости. Если нефть будет сыпаться, значит, мы сможем зафиксировать еще один профитный ориентир. Еще пару слов хочется сказать про новозеландца, потому что буквально на прошлой торговой сессии вышли данные по инфляции. Индекс потребительских цен в годовом эквиваленте 0.1% с 0.4%. То есть серьезная просадка. И в целом эта просадка говорит нам о том, что и резервный банк Новой Зеландии также может в перспективе пойти на снижение процентной ставки. Я считаю то, что она реально может съехать даже с 2.5% до 2% уже до конца первого полугодия 2016 года. Поэтому новозеландская валюта может очень быстро снова оказаться в числе основных аутсайдеров. И здесь можно воспользоваться инвестиционной идеей селстоп с уровня 0.63.95. Это и профит 0.63. Стоп-лосс 0.64.30. Это также дополнительная идея, которую сейчас можно держать в рынке. И при снижении новозеландца также использовать ее с целью добраться до нашего профитного ориентира. Собственно, на этом все. Хотя пару слов еще про золото. Видим то, что золотой актив сейчас растет. У нас была идея байстопа с уровня 0.95. Тейпрофит 1.110. Стоп-лосс 0.090. Актуальные котировки 1.101. По итогам вчерашней торговой сессии немного нам не хватило, чтобы добраться до профитного значения. Сейчас идет локальный откат. Но чтобы не рисковать, поскольку волатильность в последнее время по золоту значительная, я предлагаю перевести, опять же, сейчас этот ордер в состояние без убытка. То есть, по сути, выйти на то значение, с которого мы оказались в рынке. 0.095. Тем самым мы застрахуемся от возможности просадки этого актива и все равно будем в хорошем настроении, потому что потенциал для прибыли сейчас значительный. А убытки будут ограничены в районе, по сути, нулевых потерь. Собственно, на этом все. Из важных отчетов сегодня, как я уже отметил, ориентируемся на пресс-конференцию Европейского Центрального Банка. Она состоится в 16.30 по московскому времени. Ждем намеков и локальных интервенций со стороны Драги, что может стать неплохим фактором для ослабления главного валютного риска. До этого в 15.45 ставка ЕЦБ, но она, разумеется, останется без изменений. Еще раз большое спасибо за внимание. Жду комментариев на нашем официальном канале на YouTube. Ну и также, если есть вопросы, можете оставлять их на форуме о Маркетс в аналитическом разделе. Всего доброго, до свидания и удачной вам торговой сессии!